Девчонки, привет! Сегодня я хотела бы затронуть интересную тему для будущих мамочек, а также для мамочек, которые вскармливают грудью и начинают этот процесс. Итак, давайте поговорим о грудном вскармливании. Я с самого начала своей беременности знала, что я буду вскармливать своего малыша грудью. Я не представляла, что это будет так трудно. Я хотела бы сегодня поговорить о пяти предметах, которые безумно мне пригодились в этом и сделали мою жизнь и жизнь малыша намного легче. Я заранее извиняюсь за шум за окном. У нас сегодня очень плохой день, дождь и сильный ветер. Я также хочу извиниться за то, что, возможно, некоторые слова я буду выговаривать не так, поскольку я приехала в Ирландию, когда мне было 13 лет. Здесь я ходила в школу, естественно, друзья, также мой муж ирландец, и мне немножко сложно общаться на русском. Итак, давайте поговорим о предметах, которые просто необходимы при грудном вскармливании. По крайней мере, для меня они стали незаметными вещами, и я хотела поделиться своим опытом с вами. Возможно, кому-то это также станет полезным. Если вам интересно, продолжайте смотреть это видео. Итак, начнем с первой вещи, без которой я просто не могу представить в своей жизни. Это молокоотсос. Я использую молокоотсос фирмы Modelo. Он называется Modelo Swing. Выглядит он вот так. Здесь такая бутылочка, в ней больше 150 миллилитров. С такой вот трубочкой она идет. Ее можно использовать как от розетки, так же можно применять сюда батарейки вставлять. Очень удобно. Мне кажется, просто без нее я не могу представить в своей жизни, насколько она меня выручала и спасала. Это никому не объяснить. Особенно для тех, кто начинает только вскармливать грудью, я бы посоветовала обязательно приобрести этот аппарат. То есть, поскольку каждый раз, когда ваш ребеночек плачет, изначально, когда вы его привезли с роддома, вам кажется, что у вас не хватает молока. По крайней мере, я столкнусь с этой проблемой. Приобретя этот аппарат, я поняла, что это только были мои доводы. На самом деле, у меня достаточно было молока, и моему ребеночку всего хватало. Не буду рассказывать о пользе грудного молока. Все прекрасно знают, что ничего лучше грудного молока матери еще не было придумано и изобретено. Это очень хорошо влияет на здоровье ребеночка, на его нервную систему и на его иммунитет. Потому что с грудным молоком матери он получает все витамины, крепкий иммунитет, а также антиаллергены на какие-то продукты. Поэтому потом, когда вы начнете кормить своего малыша уже, как называется, детским питанием, вашему ребеночку не будет так трудно на него перейти. Он уже будет привычен к разным вкусам молока. Если мамочка соблюдает разную диету во время вскармливания грудью, ребеночек получает разные вкусы молока, и он будет уже знаком со многими вещами. По крайней мере, так написано в книжках. Сами мы посмотрим. Нам только 4 месяца исполнится через 5 дней. И я хочу... Мы, вернее, уже пробовали начинать его вскармливать, и ему очень нравится детская еда. Поэтому посмотрим, как пойдет дальше. Предмет номер 2, который я считаю, что просто необходим для мамочек при грудном вскармливании, это вот такие вот прокладки для груди, что ли. Вот так они выглядят. Они просто незаменимы. Я не представляю, как наши бабушки, мамы справлялись без них, потому что это не передать словами, как это некомфортно, когда у вас протекает молоко. Тем более, если ночью у меня такое случалось, что когда только молоко прибывает, его настолько много, что вам не передать. И нужно было пару раз вставать за ночь и менять эти прокладки, иначе ты мог проснуться в лужах собственного молока. И это не самое комфортное и приятное, что может быть по утрам, особенно для уставшей начинающей мамочки. Поэтому, да, я очень-очень сильно их рекомендую и советую. С мая приобретаю вот такие вот в Теско. Они стоят очень дешево, что-то до 5 евро, 4,60, по-моему, за 80 штучек. Рассказать о пользе белья. Своё бельё для грудного вскармливания я покупала на сайте ebay. Оно пришло вот такое вот. Я не буду показывать его на себе. Безумно красиво сидит. Расскажу со слов. У них очень точная сетка размеров. Также вы можете попросить отдельно у этого продавца, чтобы он вам прислал за отдельную плату ещё трусы, чтобы у вас получился набор. Потому что я так делала. У него нет на сайте картинок трусов. Но мне пришли такие же трусы. Я заказывала два набора. Они достаточно дорогие. Но мы с мужем планируем в будущем ещё рожать детей. Поэтому я решила приобрести их. Это такое вложение, можно сказать, в себя и в своего малыша. Оно очень красиво сидит. Очень хорошего качества. Оно произведено, мне кажется, в Польше. Ещё я хотела бы рассказать о вот таком вот креме. Это просто мой спасатель. Я им мазалась первые три недели, наверное. Первых пару дней я использовала тюбиков 4, наверное, 5. Я советую начинающим мамочкам мазать соски перед кормлением ребёнка, а также после кормления ребёнка. Также мне моя акушерка посоветовала, когда у вас только ещё нет молока, у вас предмолоко, предмолоко, я не знаю, как точно оно произносится, я сразу извиняюсь, мазать, выдавливать вот это предмолоко и мазать им сосок и дать высохнуть. Это самое лучшее. Оно очень целебное считается. И оно, правда, оно очень-очень хорошо помогает. И я бы посоветовала мамочкам, которые только начинают этот такой нетрудный способ и также не одевать одежду, дать этому впитаться, дать этому высохнуть. Также я бы посоветовала мамочкам вот этот крем. Его не нужно не смывать перед кормлением ребёнка, ничего там не вытирать. Вы просто намазываете обильно, чтобы вам не больно было. Ребёночку этот крем не навредит. Он проверен всеми. У нас, получается, идёт европейский стандарт, у нас все эти продукты проверяются очень-очень тщательно перед тем, как они попадают на какие-то там прилавки. Эти крема нам выдаются в роддоме. Их можно получить сколько вы хотите. У нас очень милсёстры. И акушерки поддерживают мам, которые кормят грудью, которые решили кормить грудью. Они стараются всем им помочь. Ещё я хотела бы рассказать вам про свой спасательный круг в прямом смысле этого слова. Это вот такая вот подушка для грудного вскармливания. Вот такая вот она идёт. Вот здесь идёт, она повыше, это спинка получается. Вы вот так вот одеваете её на пояс себе. Здесь очень удобно лежать вашему малышу. Она просто меня спасала. У вас не устоит спина. Малыш никуда, вам удобно его держать. Она очень хорошо поддерживает вашего малыша, также вашу спину. Вы не устаёте при грудном вскармливании. Очень замечательная вещь. Мне кажется, она продаётся в магазинах Mamas and Papas или Mother Care. Ещё мне кажется, что эту подушку не так тяжело сделать самому, если захотеть. Если у кого-то нет возможности её приобрести, мне кажется, что это не будет сложным её осушить. Просто нужно найти правильный поролон, чтобы он был не слишком мягкий, поскольку здесь он такой достаточно твёрдый для того, чтобы он поддерживал вашего ребёнка, а также вашу спину. Ещё я хотела бы очень поддержать всех, кто только начинает кормить грудью. Вы большие молодцы. Я знаю сама по себе, как это сложно. И у тех, у кого это не получилось, я их не осуждаю ни в коем случае. Я сама пока начинала кормить грудью от боли, у меня пальчики на ногах сворачивались. Я думала это дело бросить. Не знаю, пока я была в больнице, раза три, наверное. Оно безумно больно. Но не забывайте, какую пользу это несёт вашему ребёночку. Он получает с этим молоком очень много целебных веществ. Он получает с этим свой иммунитет. Оно очень полезное для головного мозга. Оно очень полезное для того, чтобы в будущем ваш ребёнок с лёгкой мог перейти на детское питание, поскольку он уже с вашим молоком он пробует некоторые вкусы. У него не будет такой аллергии. У него на многие продукты выработаются с вашим молоком антиаллерген. Поэтому оставайтесь сильными, девочки. Желаю вам удачи. Желаю вам большого, огромного терпения. Желаю вам побольше поддержки со стороны ваших партнёров, мам, не знаю, родственников. Держитесь. Я знаю, как это трудно. Но после двух недель, когда у вас уже всё придёт в порядок, у вас уже не будет этой страшной боли, у вас будет одно сплошное наслаждение. Я сейчас до сих пор кормлю своего малыша, ему через пять дней будет четыре месяца. Я безумно этим наслаждаюсь, особенно когда он засыпает, уже наевшись, и во сне он улыбается. Это просто безумное счастье. Так что я желаю вам, девочки, оставаться сильными и побольше вам терпения. Надеюсь, это видео стало для вас полезным. Расскажите также о ваших опытах грудного вскармливания. Возможно, у кого-то не было этих болей, возможно, у кого-то было хуже, возможно, кто-то мог это выдержать. Мне будет очень интересно послушать ваше мнение. Для всех, кто был со мной и посмотрел это видео, огромное спасибо. До скорых встреч и пока! Субтитры